Итак, суд или период швы покаяния начинается на праздник трупа, и этот суд продолжается в течение десяти дней. Йом-Кипур — судный день. Можно сказать, день вынесения приговора, день вердикта, когда вердикт в отношении нашей жизни зачитывается и запечатывается в книге жизни. Ишуа сказал в Евангелии от Матфея, «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Именно в это время выносится приговор. Одним — вечное наказание, другим — вечная жизнь. Да, Йом-Кипур был в Торе, и в традиции это всегда определенного вида суд, ожидания суда. И, конечно, в Торе суть этого всегда была в работе первосвященника. Для нас же в Новом Завете вся суть в работе, в завершенной работе первосвященника. И если вы верите в него, вы не будете осуждены за свои грехи. Именно потому что он взял их на себя. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Падфор Исраэль». И сегодня у нас особенный вопрос. Рассмотрим Судный день — Йом-Кипур. Йом-Кипур — Судный день? Это интересно, потому что мы воспринимаем его как День покаяния. Но опять же, в этой новой серии выпусков мы пытаемся посмотреть на эти праздники со свежей перспективы. Мы находим здесь нечто новое, что открывает другую перспективу этих праздников и возвращения Ишуа. Да, с одной стороны, это новое, но в раввинистической традиции, помните, покаяние начинается в День труп и продолжается 10 дней до Йом-Кипура, когда суд запечатывается, когда суд грядет. Да, мы обсуждали праздник труб, и мы начали ломать всю эту идею 10 дней трепетно. Опять же, в еврейской традиции между трубами, Днем труб, Днем трубного звука и Йом-Кипур, есть 10 дней размышления и покаяния. Итак, книга Откровения и многие пророки, такие как Исайя и Даниил, упоминают этот День суда в этом Великом искуплении. Когда наш Мессия вернется во славе, Он начнет окончательную алию, чтобы вернуть домой изгнанный Израиль, когда книга жизни будет открыта. И какая фраза повторяется снова и снова? Если вы находитесь в ортодоксальной или традиционной общине, вы услышите, как евреи говорят на еврите. Они желают друг другу «гмар хатима това», то есть хорошей записи на небесах. Да, и они также говорят «Да будет твое имя записано в книгу жизни». Точно. Они говорят о книге жизни. Хорошо. А где мы читаем об этом? Первое упоминание этого мы находим у Моисея, когда он торговался с Богом и, по сути, ходатайствовал за детей Израиля, он говорил «Изгладь мое имя из книги жизни, но смилуйся над твоим народом». То есть он ходатайствовал за детей Израиля в тот момент, и он упомянул эту книгу жизни. Мы видим это по всему Новому Завету и также в Ветхом Завете. Хорошо. Мы смотрим на 10 дней трепета, и это приветствие, которое традиционно провозглашается, мы говорим об этой книге жизни, и, согласно раввинам, они верят, что в Йом-Труа эта книга открывается. Да. И в отношении раввинистической традиции нам нужно различать и выбирать, что соответствует действительности и согласуется с учением Писания. Но интересно посмотреть на историческую еврейскую мысль на протяжении веков. Мы видим, что вслед за этим искуплением книга жизни открывается, и Бог устанавливает престолы суда, чтобы осудить Антихриста и его последователей, которые сражались против Израиля. В каждой судебной системе по всему миру есть период времени, когда взвешиваются доказательства. Дело попадает в суд, обвинения и защита спорят. Знаете, это может занять месяцы, ваш суд даже может занять годы, своего рода битва. Но есть финальный день, правильно? Вердикт. Да, день вынесения приговора. Вердикт зачитывается. И мы видим здесь подобный сценарий. После праздника труп есть 10-дневный период, известный как 10 дней трепета, кульминацией которого является Йом-Кипур. Это день, когда выносится приговор. То есть суд, или же период швы покаяния, начинается на роша шина, на день труп, и этот суд продолжается в течение 10 дней. Именно. Когда мы задумываемся о числе 10, многие считают, что 10 символизирует полноту и суд. Вспомните о 10 заповедях или 10 казнях. В конце этих 10 дней суда мы видим, что Божьи требования удовлетворяются и провозглашается вердикт. Мы также видим, что вся провинистическая традиция «гмархатимаатова», что значит «да будешь ты записан в книгу жизни». То есть мы видим, что кульминацией всего этого является Йом-Кипур. Итак, как мы знаем, в древнем Израиле на Йом-Кипур первый священник входил один в храм, чтобы совершить искупление за Израиль. Что же касается нас, мы последователи Ишуа. Мы верим, что Ишуа — наш первосвященник. Иисус — наш Мессия. Он ходатайствует за нас перед престолом милости во святом святых. Послания говорят о том, что Он — наш первосвященник. Хотя этот назначенный день — это один из самых решающих и мрачных дней в библейском календаре, он довольно уникальный. Это был один из тех редких дней, когда все должны были оставаться на своих местах. Да, и, кстати, знаете, многие думают, что день искупления в Торе появляется только впервые в книге Левит. Но на самом деле он появляется впервые в книге Исход. В 30 главе 10 стихе сказано, что первосвященник будет совершать искупление за весь Израиль один раз в году. Один раз за весь год. Те же слова, которые появляются в книге Исход в главе, посвященной Ёмкипур, в книге Левит сказано, что один раз в году та же самая фраза «Ахат бешана». «Однажды в году». Итак, мы знаем, что у нас есть намек на Ёмкипур в книге Исход, а не только в книге Левит. Да, и посмотрите на это. В отличие от Песоха, когда я должен был принести своего собственного Агнса на Песох, если я жил в Галилее, мне нужно было отправиться в путь, и я должен был принести своего собственного Ягненка. На праздник первых плодов я должен был принести свое собственное приношение. На Суккот я приношу приношение, а здесь я не приношу ничего. На самом деле, от меня не требуется совершать паломничество на Ёмкипур. Я должен оставаться там, где я есть, и полагаться на работу первосвященника. Именно. Итак, Тора очень строга в этом отношении. Она говорит, что если кто не будет поститься или смирять себя, будет отсечен от Дома Израиля. Почему? Разве суть только в посте? Легче. Суть в искуплении, в значении этого дня. Это был решающий день, однажды в год. Это показывает положение нашего сердца. Именно. И для меня, я смотрю на этот праздник и начинаю видеть, насколько глубоко он связан с благодатью по вере. Только по вере. Я не могу принести эту жертву. Я должен взирать на своего первосвященника. Я не могу прийти туда. Я не могу этого сделать. Я ничего не могу сделать и ни на что не могу повлиять. Что я должен делать, так это ждать с верой. И человек, который не постится как нужно или не смиряет свою душу, он не воспринимает это серьезно. Он относится к этому как, ребята, это еще один день. Какая разница? И печальная часть заключается в том, что те, кто постятся, думают, что вся суть в посте. И для искупления некоторые используют петуха, но в этот день вся суть в первосвященнике. Сегодня в Израиле вся суть этого праздника сосредоточена на тебе самом. Брат, ты постишься? Легкого тебе поста. Позвольте сказать мне, что сказал Ишуа. Если ты постишься, не делай такое печальное лицо. Не показывай это. О, это так сложно. Я так стараюсь для Господа. Нет, 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 нет. Помашь лицо свое. Сделай так, чтобы никто не знал. Это только между тобой и Богом. Но что же говорит Бог? Опять же, нам нужно посмотреть на заповеди, не просто строка за строкой, предписание за предписанием, что Бог пытался донести. И вот что Он говорил. Отнеситесь к этому серьезно. Не отделяйте себя от спасения. И вот человек, человек, который сидит и ждет первосвященника с нетерпением, веря, что первосвященник делает нечто очень важное, для Него и для народа в этот день. В случае такого человека, Бог видит это и благословляет это. А человек, который не делает этого, который игнорирует и относится к этому как к чему-то обычному и простому, такой человек будет иметь дело с судом. Нечто похожее также есть в Новом Завете. Апостол Павел имел дело с церковью в Коринфе. В 1 Коринфе, нам в 11 главе, мы читаем целую драму, когда люди приходили на причастие, на вечерю Господню. И они напивали с допьяна, они ели раньше всех остальных. Это не было здравое собрание для воспоминания о жертве Господа. Какое же это имеет отношение к нашему вопросу? Посмотрите на это в свете заповеди о Йом-Кипур. Вот эти люди собираются вместе и пиршествуют для себя, для своей плоти. Они не приходят, чтобы освещать свои сердца. И Павел говорил, «Судите сами себя. Эй, проверьте свое сердце, чтобы вам не быть осужденными Богом». Интересно, что сам пост не является залогом праведности или искупления. Как мы уже говорили, у нас есть обратная сторона медали. Законничество, когда люди думают, что они что-то зарабатывают, если они смирили себя достаточно. «Да-да, я постился на Йом-Кипур, а ты нет». «Грязный язычник». Эта идея осуждения — это не о том. Это не является залогом праведности или искупления. Но точно так же, как Павел предупреждал Коринфян, то, как мы чтим и вспоминаем жертву Мессии, является ясным индикатором. Опять же, индикатором того, в каком положении находится наше сердце. Внесем ясность. Мы не говорим, что для нас, как верующих в Ешоа, есть какие-то требования поститься в этот день. Если вы решаете это делать, это чудесно. И кто-то из вас, возможно, постится и молится за ваших неспасенных друзей и близких, которые не знают нашего Спасителя Ешоа. Итак, что бы Господь не побуждал вас сделать в этот день, возможно, вы проводите время в благодарственном прославлении, в молитве, что бы это ни было. Это прекрасное время вспомнить и поразмышлять, к чему бы Бог не побуждал ваше сердце в это время. И особенно к молитве за еврейских братьев и сестер по всему миру, которые не знают своего Спасителя. И, кстати, знаете, есть раввинистическая традиция, говорящая, что нет более счастливых дней, чем Йом-Кипур и еще один праздник в месяце Ав, которые настолько радостны для Израиля. Ведь что происходило, когда выходил священник? Одна раввинистическая традиция, очень древняя раввинистическая традиция, записанная в Мишне, говорит, что это был самый радостный день в году для Израиля, когда священник выходил из святого святых. И давайте задумаемся об этом. Мы смотрим на судный день как на нечто ужасающее, это нечто тяжелое. И послушайте, если у вас нет живых отношений с Ешо, и если вы не ходите с Ним, и у вас нет отношений с Мессией, это страшный день, это мрачный день, это худший день. Но для нас, тех, кто верит в Ешо, живого Мессию, для нас это величайший день, величайший день из всех. Это счастливый день. И мы видим, мы говорим, что даже в традиции, в истории, но даже сегодня. Это интересный факт об Израиле, и доктор Сорев касался этого в предыдущем подкасте, что в буквальном смысле заканчивается страшный день поста и траура, и затем, как только садится солнце, начинается вечеринка, потому что это закончилось. Свершилось. Свершилось. Это настолько прекрасная картина искупления Ешуа. И если говорить с этой точки зрения, мы не можем принести жертву. Мы ничего не можем сделать. Смотрите, когда я предстану пред Богом в день суда, когда я предстану перед Ним в день суда, я не смогу сказать, «Посмотри на все хорошее, что я сделал. Посмотри на этот крутой подкаст». Это ничто. Ничто. Я ничего не могу принести. Хотя он и прекрасный. Мой первосвященник Ешуа сделал все. Если все плохое, я имею в виду, что я виновен в грехах, если все это плохое зачитать, у меня серьезные проблемы. Но у меня нет проблем благодаря моей вере. И, кстати, если наши слушатели никогда не были в Израиле в Йом-Кипур, вам стоит это увидеть. Потому что все в буквальном смысле останавливается. Никто ничего не делает. Все как будто зависает в воздухе. Все останавливается, правильно? Кроме детей, которые выходят на улицы, чтобы кататься на велосипедах по шоссе. А почему они могут там кататься? Потому что там нет машин. Ничего. Все закрыто. Никаких машин. Никакого телевидения. Ничего. Будто все зависло в воздухе в ожидании суда, в ожидании вердикта. Мы поговорим о том, как праздновать этот день семьей. Опять же, это не о том, чтобы кто-то был захвачен законничеством. Какая-то прекрасная возможность научить свою семью с помощью того, что Бог уже сказал. Он дал нам расписание через эти праздники. Он дал нам расписание, чтобы учить наши семьи. Он дал нам живые вещи. Например, поставьте палатку со своей семьей, проведите время. Это все интерактивные вещи для нас, чтобы мы вспомнили и научили своих детей, чтобы следующие, грядущие поколения знали пути Божьи и Его суды. Чтобы они ценили эти праздники как план того, что грядет, правильно? Да. Опять же, для меня это своего рода новая перспектива. Я раньше не смотрел на это таким образом. Но если мы посмотрим на это, это древняя перспектива согласно некоторым раввинистическим традициям. Но знаете, когда я смотрю на это сегодня, я вижу, что Йом-Кефур указывает на День Суда. Вы можете назвать его днем вынесения приговора, днем вердикта, когда вердикт для нашей жизни зачитывается и запечатывается в Книге Жизни. Ишуа сказал в Евангелии от Матфея, когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую сторону от козлов по левую. Именно в это время выносится приговор. Одним вечное наказание, а праведным вечная жизнь. Опять же, задумайтесь об этом. Йом-Труа, 10 дней трепета, это собирание народов. Это довольно интересно. Если посмотреть на это в контексте календаря этих вещей, а это назначенные дни, и подумать, как это может согласоваться, возможно, так и есть. Но как минимум, даже если не в этот самый день, посмотрите, Бог создает канву истории. Он готовит нас через эти праздники ожидать Его спасения и праздновать. Да, и Йом-Кипур всегда был, по крайней мере, в Торе, и в традиции, он всегда был неким судом, ожиданием суда. И, конечно же, в Торе вся суть была в работе первосвященника. Что же касается нас, живущих в Новом Завете, вся суть в работе, в завершенной работе первосвященника. И если вы верите в Него, вы не будете осуждены за свои грехи. Именно. Потому что Он взял их на себя. К тому, друзья, нам стоит задать себе вопрос, а где я буду в день суда? Ожидаете ли вы с верой в Мессию? Полагаетесь ли вы на искупление Яшуа? Или вы все еще полагаетесь на то, что ваши собственные дела делают вас достаточно хорошими? Опять же, все пророчества в Писании ведут нас к тому, что грядут эти изменяющие мир события, кульминация всего этого рядом. Но для каждого из нас самый важный выбор, который мы делаем для вечности, это наш выбор поверить в воскресшего Мессию и последовать за Ним, тем, который грядет скоро, за нашим первосвященником. И как мы говорили в прошлой передаче, мы говорили о Йом Труа, никто не знает ни дня, ни часа, даже праздник. Ни у кого нет ключа к этому. Вам нужно ждать с нетерпением. Опять же, ребята, нам не обещан завтрашний день. Мы не смотрим на всех этих людей с их мистическими предсказаниями. «Мессия придет в 2028 году» или «Это произойдет в 2032 году». Забудьте об этом. Забудьте об этом. Я думаю, что каждый, особенно с учетом событий последних нескольких лет, в своем сердце чувствует неизбежность, что это может быть в любой момент. Нам не обещано завтра. И это наше решение. Нам нужно принять это решение сегодня. И я прошу вас, друзья, положитесь на него. Если вы еще не приняли это решение, сделайте это. Положитесь на завершенную работу Мессии, нашего первосвященника, однажды изо всех. Только Он может принести нам искупление. Аминь. Аминь.